МЧС Здравствуйте! В эфире телепередача «Спасатель Алтая». Сегодня в нашей программе вы увидите Режим ЧС снят. Первая волна паводка завершилась в Алтайском крае. Осторожно, паводок! В рубрике МЧС глазами детей. Безопасность. Первая очередная задача. Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Краевые соревнования «Юный спасатель». Пожарная ярмарка 2018. Встреча ветеранов пожарной охраны. В конце прошлой недели в Алтайском крае не осталось подтопленных территорий. Завершилась первая волна половодия. В связи со стабилизацией обстановки, связанной с подтоплением населенных пунктов на территории Алтайского края, в конце прошлой недели для Главного управления МЧС России по Алтайскому краю был введен режим функционирования повседневной деятельности. Режим ЧС распоряжением губернатора Александра Карлина был снят и на всей территории края. В период с 23 марта 2018 года подтопления были зарегистрированы в 38 муниципальных образованиях. Было подтоплено более 3000 жилых домов, более 8000 приусадебных участков. Работу по минимизации негативных последствий паводка вела значительная группировка сил и средств. Почти полторы тысячи человек, более 500 единиц техники. Силами пожарно-спасательных гарнизонов, группировок подразделения МЧС России, администрации районов с начала развития ситуации была проведена масштабная работа. С низменных участков откачено несколько сотен тысяч кубометров воды. Организована доставка воды и продуктов. Оказана всевозможная адресная помощь примерно 3500 человек. Во всех подтопленных населенных пунктах работали группировки МЧС России, в том числе прибывшие из Новосибирска, Красноярска, Бердска и Екатеринбурга. В работе по мониторингу обстановки перед дислокацией подразделений в взрывных работах активно применялась авиация. В этом году вы выполняли обязанности во многих населенных пунктах, сталкивались непосредственно с бедой людей, проводили спасательные работы, предупредительную, профилактическую работу. Оказывали людям психологическую помощь и поддержку. И жители Алтайского края с благодарностью воспринимают ту помощь, которую оказали вбриданные силы. В районах подтопления вы профессионально грамотно, самоотверженно, зачастую с риском для жизни делали необходимую работу по спасению населения. Вас помнят главы, вас помнят спасенные вами люди, а от вас с благодарностью отзывается население Алтайского края. Всех спасателей, прибывших из других регионов, проводили с почестями и словами благодарности. Им были вручены грамоты и другие почетные награды от администрации Алтайского края. В этот сложный момент помощь коллег из других регионов сложно переоценить. И проделали тот труд, который по достоинству будет оценен жителям Алтайского края. По словам специалистов, аутковый период в этом году был не совсем типичным. Приход большой воды начался раньше предполагаемого срока, с притока талой воды, которая, как и предполагали синоптики, не ушла в промерзшую за время морозной и малоснежной зимы землю. Только затем началось полное вскрытие малых рек, ледовые заторы, которые пришлось ликвидировать посредством взрывов. Гидрологическая обстановка в бассейне Верхней Аби на сегодняшний день стабильная. На всех водных объектах наблюдается уменьшение уровня воды. На территориях пострадавших от подтопления активно шло и сейчас идет восстановление нормальных условий жизнедеятельности. Работают коммунальщики, дорожники, энергетики, строители и добровольцы. Пакет документов на получение помощи для пострадавших от паводка жителей региона уже предоставлен Федеральным ведомством правительством. Вторая полнопаводка ожидается в третьей декаде мая, первой декаде июня. Это период активного снеготаяния в предгорных и горно-таежных регионах Республики Алтай. Основная опасность периода – подъем уровня воды в основных реках выше критических отметок, потопление населенных пунктов, а также сельхозугодий, расположенных в низменных участках местности. Какой будет вторая волна половодия, точно сказать трудно. Слишком много факторов влияют на этот процесс. Главная задача всех служб и структур территориальной подсистемы РСЧС – встретить сложный период во всеоружии, не допустить серьезных потерь и масштабных негативных последствий. Здравствуйте! В эфире рубрика МЧС «Глазами детей». Сегодня я вам расскажу о теме паводок. Каждую весну в наш край приходит паводок. В этот период нельзя детям ходить на водоемы. Особенно опасны для жизни глубокие ямы. Поэтому в этот период следует помнить – на весеннем льду легко провалиться. Нельзя кататься на самодельных плотах и досках. Дети, будьте осторожны во время весеннего паводка. Не подвергайте свою жизнь опасности. Если в вашем доме случилось потопление, необходимо отключить в воду газ и свет. Подготовьте аптечку и трехдневный запас продуктов. Подготовьте теплую одежду и обувь. Не забудьте взять все документы. Если вдруг поднялась вода, найдите безопасное возвышенное место. Ждите прихода помощи спасателей. Спасатели вас обязательно найдут. На этом наша рубрика подошла к концу. До свидания. На минувшей неделе в Главном управлении МЧС России по Алтайскому краю состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, посвященное актуальным вопросам обеспечения безопасности в текущий период. Встречу провел заместитель председателя правительства Алтайского края Виктор Мещеряков. В ходе совещания, в котором в режиме видеоконференц-связи приняли участие руководители администрации городов и районов края, был заслушан ряд докладов, посвященных разным аспектам обеспечения безопасности населения. В заседании принял участие первый заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов. Уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка Ольга Казанцева в своем выступлении рассказал об участии муниципальных образований в акции «Безопасное лето», в рамках которой планируется создание общественных спасательных постов. Предусмотрено полное оснащение спасательного поста в соответствии с рекомендациями ГИМС. Шофер-палатка, лодка, конец Александрова, спасательные круги, громкоговоритель, стол, стул, медицинская сумка. На базе образовательного центра МЧС уже прошли обучение 40 матросов-спасателей с территории реализации проекта. Имеются средства для оплаты услуг в течение двух месяцев. В соответствии с соглашением, заключенным между ВДПО и главой администрации всех районов, координирует работу общественно-спасательного поста руководство района. В продолжение темы выступил заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Сергей Ковалев. К сожалению, период купального сезона 2017 года характеризовался высоким уровнем гибели детей. Трагические случаи утопления несовершеннолетних жителей края зарегистрированы в 9 муниципальных районных краях. Они обозначены на слайде. Практически все случаи гибели детей на воде происходят в сельской местности, когда дети остаются без присмотра взрослых. Здесь хочу отметить, что слабо организована работа органов местного управления по запрещению купания в опасных местах, изданию соответствующих нормативно-правовых актов, выставлению запрещающих аншлагов, информированию граждан о складывающейся оперативной остановке на водоемах. Хочу отметить, что в 45 муниципальных образованиях нет ни одного оборудованного места массового отдыха людей на воде. Второй важный вопрос рассмотрен на заседании «Всесторонняя готовность Алтайского края к пожароопасному сезону». Первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Алтайскому краю Олег Еременко рассказал о ситуации с природными пожарами в Сибири в прошлом году и особо подчеркнул важность общих усилий в деле защиты территорий от огненной беды. В 2017 году огнем уничтожено более 300 частных домовладений в пяти населенных пунктах субъекта. И живее остались более 500 человек. Два человека погибли. Причинами таких пожаров явились, как уже было сказано, переходы на населенные пункты пожаров с лесных массивов, ландшафтных пожаров, а также на решение правил пожарной безопасности граждан на территории населенных пунктов и предусадебных участков. В Алтайском крае в пожароопасный период 2017 года существовала реальная угроза перехода огня на населенные пункты. По данной теме к участвующим в заседании главам городов и районов обратился начальник краевого главка МЧС России Игорь Лисин. Три темы по населенным пунктам. Это пожары, которые могут прийти из леса, в стремительном порядке. Вы помните все уроки Николаевки, Михайловского района. Это пожары, которые могут прийти с ландшафта, неважно там сельхоз, палку или там земли муниципального назначения, то есть с полей. И третий – это пожары, которые возникают внутри населенных пунктов, когда население там занимается отжигом внутри населенных пунктов. Мусор сжигают там и так далее, там базовый. Вот три. И по всем этим темам нужно работать. По итогам встречи был принят ряд важных решений, реализация которых позволит повысить уровень защищенности населения территории края. Главам городов и районов особое внимание рекомендовано обратить на профилактическую работу и предупредительные мероприятия по всем рискам весенне-летнего сезона. 21-22 апреля на территории пожарно-спасательной части номер 2 индустриального района города Барнаула состоялись краевые соревнования «Юный спасатель» и «Юный спасатель-водник». Соревнования проводились в рамках государственной программы патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае на 2016-2020 годы, а также в рамках Года культуры безопасности, объявленного МЧС России в 2018 году. Здесь необходимо не только ребятишкам показывать умения в том или ином виде спасательных работ, но и вырабатывать тактику, потому что здесь надо решать одновременно несколько задач. И для чего мы эти соревнования проводим? Во-первых, мы готовим в первую очередь свою будущую смену, которая уже будет готова. Во-вторых, люди, в основном, которые участвуют, занимаются в автористических секциях, в альпинистах, ходят в походы, где с этим они могут столкнуться и могут оказать помощь как себе, так и окружающим людям. Ну и вдобавок, зная, что как тяжело эти спасательные работы проходят, как это тяжело и опасно все это делается, сами эти люди, конечно же, будут потом понимать, что попадать в эти ситуации не надо. Организаторами мероприятия выступили Министерство образования и науки Алтайского края, Главное управление МЧС России по Алтайскому краю, Алтайский краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения Алтай при участии специалистов Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Зюкова, Алтайское региональное отделение Российский союз спасателей и Краевое отделение Всероссийского добровольного пожарного общества. На торжественном открытии соревнований с приветственным словом к участникам обратились представители организационного комитета. Базовые знания по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, а также способы оказания первой помощи, правила поведения в экстремальных и чрезвычайных ситуациях изучаются в школе в ходе изучения предметов ОБЖ, а на практических мероприятиях, таких как соревнования «Юный спасатель», эти знания оттачиваются и доводятся до автоматизма. Эти соревнования интересны и привлекательны для детей. В момент катастрофы, 5 пострадавших, вот у нас пункт медицинского сбора. В соревнованиях приняли участие 95 человек из городов Барнаула, Бийска, Новолтайска, а также Бийского и Павловского районов. 5 команд в старшей и 14 команд в младшей возрастной группе. Участникам предстояло быстро и правильно выполнить такие этапы, как тушение пожара, ликвидация последствий ДТП, поиск и транспортировка пострадавшего в загазованном помещении и в лавине, поисково-спасательные работы в пещере, извлечение пострадавшего из завала и тому подобное. В рамках соревнований прошел отдельный зачет по общей физической подготовке. Все победители награждены дипломами и ценными подарками. Также начальником отдела инженера технических мероприятий радиационной и химической, биологической и медицинской защиты Управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по Алтайскому краю подполковником Юрием Исаевым за активное участие в межрегиональных соревнованиях школы безопасности и полевых лагерях «Юный спасатель» были вручны заслуженные награды лучшим руководителям команд школы номер 50 города Барнаула. Победители краевых соревнований «Юный спасатель» рекомендованы для участия в межрегиональных соревнованиях данного направления, которые состоятся в Новосибирской области в период с 27 июня по 6 июля 2018 года, куда съедутся команды со всего сибирского региона. В нашем следующем сюжете мы расскажем об открытии выставки Краевого детско-юношеского конкурса «Пожарная ярмарка-2018». По сложившейся традиции в канун Дням пожарной охраны России, который отмечается 30 апреля, в Крымом учебно-методическом кабинете профилактики пожаров Центра противопожарной пропаганды и общественных связей Главного управления МЧС России по Алтайскому краю прошло торжественное открытие выставки работ краевого этапа детско-юношеского тематического конкурса «Пожарная ярмарка-2018». В этом году конкурс посвящен Году культуры безопасности и Году добровольца-волонтера. Муниципальный этап конкурса проводился во всех городах и районах Алтайского края в период северля по апрель 2018 года. Работы победителей представлены в краевом конкурсе. Организаторами конкурса являются Главное управление МЧС России по Алтайскому краю, Министерство образования и науки Алтайского края, Крыловое казенное учреждение управления по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Алтайском крае и Алтайское краевое отделение Всероссийского добровольного пожарного общества в сотрудничестве с Алтайской краевой общественной организацией Общественно-государственного объединения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Ведущий специалист Центра против пожарной пропаганды и общественных связей Главное управление МЧС России по Алтайскому краю Татьяна Ефремова во вступительной речи отметила. Тематический краевой конкурс «Пожарная ярмарка» проводится в Алтайском крае более 20 лет. Он давно снискал любовь и признание не только юных участников, но и более взрослого поколения. Ребята от 3 до 18 лет с удовольствием участвуют в конкурсе, готовят работы в самых различных техниках, где полету фантазии и творчества нет предела. Основная цель проведения конкурса – профилактическая. Благодаря конкурсу «Пожарная ярмарка» происходит активное формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения в области пожарной безопасности. Мы воспитываем и готовим нашу смену к вопросам обеспечения пожарной безопасности и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Дети и молодежь привлекаются к работе по предупреждению пожаров. Происходит закрепление навыков грамотного поведения в условиях пожара и других чрезвычайных ситуациях. Ребенок, хотя бы однажды поучаствующий в конкурсе, уже никогда не допустит пожара от детской шалости с огнем, отметил начальник главного управления МЧС России по Алтайскому крае Игорь Рисин. Конкурс способствует активизации творческой инициативы обучающихся, вовлечению их в поисковую, исследовательскую, изобретательскую и иную творческую деятельность в области пожарной безопасности, выявлению, поддержке и развитию творческого потенциала одаренных талантливых детей и молодежи, фиксации их успехов и достижений. Помимо этого происходит активное содействие социальной адаптации и самоопределению подростков, их профессиональной ориентации, развитие интереса к профессии пожарного, спасателя и добровольческой деятельности. В 2018 году в конкурсе приняло участие 3811 детей и педагогов из 506 образовательных учреждений. На краевой этап конкурса предоставлено 910 работ, а 984 отдельных авторов и коллективов из 62 городов и районов края. Сердечно поздравляю вас с открытием выставки пожарной работ, пожарная ярмарка 2018. Отрадно, что конкурс проходит в год культуры безопасности, что очень символично. Вот, значит, посмотрела работу, работы очень интересные. И видишь, что у нас ребятишки знают, что такое пожарная безопасность, умеют обращаться с огнем. Присланный на конкурс работы отличает мастерство исполнения, оригинальность, художественный вкус, разнообразие используемых приемов и материалов, заслуживает внимание индивидуальный подход участников, проявление таланта, неординарный подход к выполнению работ. Очень отрадно, что в конкурсе принимают активное участие практически все районы Алтайского края. Участие в конкурсе показывает подлинный интерес педагогов и детей к вопросам пожарной безопасности. Личная безопасность детей – высокий организационно-методический уровень проведения конкурса в городах и районах края. Первыми посетителями обновленной выставки работ кривого этапа детско-юношеского тематического конкурса «Пожарная ярмака-2018» стали воспитанники кадетского корпуса школы номер 52 города Барнаула. Работы победителей кривого этапа конкурса после подведения итогов будут направлены в Центральный совет ВДПО в город Москву для участия в 15-м всероссийском конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной безопасности «Неополимая Купина». Стоит отметить, что работы наших ребят традиционно занимают самые высокие места. Экскурсии по выставке и конкурсах работ «Пожарная ярмака-2018» для студентов, учащихся и воспитанников образовательных организаций края будут проходить в период с 26 апреля 2018 года по 31 марта 2019 года. Встреча ветеранов пожарной охраны прошла в Барнаульском учебном центре Федеральной противопожарной службы. Подробности далее. Это традиционное ежегодное мероприятие позволяет многим из тех, кто отдал годы своей жизни, делу борьбы с огнем, ощутить себя членом дружного боевого коллектива. Встретившись и обсудив свои проблемы, пообщавшись с ныне служащими пожарными, ветераны получают тот необходимый заряд бодрости и оптимизма, уверенности в том, что годы их службы внесли свою лепту в становление боеспособной оперативной службы, коей сейчас является Федеральная противопожарная служба МЧС России. Ветераны посетили комнату воинской и трудовой славы, где увидели новые стенды, посвященные участникам, ветеранам, руководителям, в разные годы возглавлявшим МПВО, штаб ГО, Главное управление и Управление пожарной охраны Алтайского края, а также новые экспонаты по пожарной тематике. Начальник Главного управления генерал-майор внутренней службы Игорь Лисин поздравил собравшихся с прошедшим столетием советской пожарной охраны и наступающим 369-летием со дня образования пожарной охраны России. Пожелал крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни. Для подсчетных гостей был подготовлен небольшой концерт, организовано фотографирование. Ветераны выразили признательность и особую благодарность руководству Главного управления и Совету ветеранов за прекрасный праздник. На этом наша передача подошла к концу. Мы прощаемся с вами и напоминаем, что на территории Алтайского края действует телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю 65 82 19. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова